Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Теперь я буду здороваться именно так, почитал ваши комментарии и буду следовать совету большинства, так скажем. Ничего решил не менять на своем канале, также большинство из вас проголосовало, что так все хорошо, не надо ничего менять, как говорится, экспериментировать. Ладно, оставим все как есть. Профессионалам тогда могу посоветовать, если не хотите долго смотреть мое видео, просто включайте двойную скорость. Но я, конечно, после этого буду говорить смешно, фальцетом, быстро, но это не важно, как говорится, варианты зато вы увидите. Ну и сегодня мы с вами разберем первую партию из матча из четырех партий, которые я сыграл на гамблере с бразильским гроссмейстером Дониром Венециусом. Или Венециус, как правильно, не знаю, как говорить, склоняется, не склоняется, но это ладно, как говорится. Очень сильный гроссмейстер, то есть у них в Бразилии там своя, теория у нас своя, то есть и вот мы стали играть в русские шашки, получаются очень интересные позиции, которые достойны, я считаю, вашего внимания. Дамир Венециус был чемпионом мира по бразильским шашкам по быстрой версии. И, по-моему, по Молниеносной тоже был чемпионом мира по бразильским шашкам. Ну и партия во многом перекликается с партией Иванов ЦОПа, которая изложена в книге Андрея Иванова «Чемпиона СССР. Путь к вершине». Всем рекомендую книгу. На 168-й странице как раз вот эта партия разбирается. Ну и давайте рассмотрим саму партию с Дамиром. До этого я Дамиру постоянно проигрывал 3,5 на половинку, но здесь удалось сыграть в ничью. Первую партию мы играли, выпал следующий дебют. Ходилка так называемая. Ну и в этой позиции мой ход. Естественно, надо связывать черных, иначе черные займут пункт H4 и будут владеть преимуществом. Единственный ход тут за черных приемлемый B5, все остальное хуже. Ну и в этой позиции можно сыграть СД4, можно СД2. Я сыграл СД2. Дамир здесь пошел АБ6. Ну и здесь можно было, в принципе, сыграть и СД4. Можно было, в принципе, и АЖ3 сыграть, но я сыграл ФЖ3. Дамир сыграл БЦ5, и я разменялся. Здесь я сыграл АБ2. Ну и Дамир играет ДЦ5. Единственный ход тут за черных, все остальное хуже. Дамир грозит подорвать пункт Е3, пройти в дамки. Мне надо играть ДЦ3. И здесь Дамир сделал хороший ход ФЖ7. Здесь, возможно, мне следовало нападать СД4, но я разменялся ЕД4. Дамир правильно бьет в эту сторону. Я бью назад. Возможно, здесь мне следовало побить вот таким образом и отыграть шашку после хода ЕФ2. Здесь, как бы, позиция была чуть-чуть хуже, но держалась. А вот после этого размена, после анализа, получается, что у Билла практически проиграно. Дамир сыграл здесь ЕД6. Ну, еще раз хочу напомнить, что мы играли в Супер Блиц. То есть, минута на партию плюс секунда на ход. Так что, не судите строго. А выигрыш, похоже, был после хода БЦ7. Ну, и здесь, возможно, два хода за Билла. Если играть Е3, то черные проводят вот такой удар. Как я его называю? Солнышко. То есть, видите, по кругу. Ну, меняться здесь плохо. То есть, черные будут постоянно атаковать ослабленный правый фланг Билых. То есть, у нас тут одна шашка, тут четыре. Конечно, рассчитывать на ничью тут не приходится. Поэтому надо играть ажи пять за Билых. Здесь черные нападают на шашку черных. Отходить плохо. Черные пожертвуют шашку. Затем разменяются ЖФ6 и пойдут в дамки. Опять плохо, видите. Поэтому приходится играть Ж6. Черные бьют. И белые также попадают в дамки. Ну, и вроде кажется, позиция нормальная, ничейная. На самом деле, она проигранная. Черные играют на А3 и грозят поймать дамку Билых. Отходить бесполезно. Потому что черные пожертвуют две шашки. Ну, и поймают дамку Билых. Поэтому белые играют ЖФ4. То есть, на такой ход уже будет ничья. После размена. Но у черных есть хитрый ход СБ6. И выясняется, что белым некуда ходить. То есть, если как-то ходят с шашками, то черные просто ловят белых. То есть, на такой ход черные же не обязаны дамкой бить. Они могут побить и шашкой. Понятно, да? То есть, а если белые отходят, то черные отдают шашку вторую. И снова бьют не дамкой, а шашкой. И легко выигрывают эту позицию. То есть, в этой позиции уже после нападения надо жертвовать шашку белым. И играть ЖФ6. Вот только таким образом можно сопротивляться. Но после хода ЖНХ6, конечно, эта позиция мною оценивается как тягучая, безнадежная. То есть, компьютер еще показывает какие-то ничейные возможности. Но, я думаю, на практике черные тут легко раздавят белых. То есть, у них есть защитник на поле H8. Белым не так просто пройти в дамки. И постепенно черные вытеснят белых с верхнего тройника. И пойдут сами в дамки. И, я думаю, выиграют эту позицию. После БЦ7 еще был возможен ход ЕДА2. Но здесь еще более все прозаично. Черные играют ФЕ5. Надо играть ФЕ3. Черные играют GF6. То есть, не дают белым разменяться вперед. Из-за такой простейшей комбинации. Одна или одну. Вторую. Третью. Ну и прошли в дамки. И белые даже в дамки не успевают пройти. Потому что поставили. Отошли. И после размена черные легко выигрывают. Если же белые в этой позиции меняются не вперед, а бьют назад, тогда черные просто играют ФЕ5. Ну и после АЖ3 тут все безнадежно. Просто играем ЕДА6. И вот эти вот шашки, видите, то есть у белых упоров нет. Вот это все связки, они, конечно, проиграны. Тут все очень быстро заканчивается. А если белые, допустим, ставят упорчик, то есть хотят разменять вот шашку Е5, затем как-то сыграть в центр, то черные просто проводят комбинацию. Отдают одну, вторую, третью. И забирают четыре шашки белых с победой. То есть, друзья, мы выяснили, после БЦ7 в этой позиции у белых был проигрыш практически. Но Дамир сыграл ЕДА6. Здесь я уже играю ФЕ3. Ну и такой план уже не проходит за черных. Здесь уже белые успевают отбиться. То есть я меняюсь тут же. Ну, рано или поздно все равно придется играть ЖФ6. Белые тогда играют ЖФ4. Ну и черные атакуют ослабленный фланг белых. Черные, белые нападают. Надо меняться. АЖ3, СД6, ЖФ4, ЖА6. Пошли сюда, сюда, сюда напали, отошли. Пошли сюда, отошли. Пошли в дамки и играем СД6. То есть, если ставить дамку на С1, просто отдали шашку и сыграли ДЕ5 с ничьей. А если, допустим, ставят черные на А1, то играем БЦ7. Затем грозим выиграть эту шашку. То есть, черные на А размениваться. Ну и эта позиция ничьейная, конечно. То есть, черные тут уже не успевают выиграть. Дамир, видимо, успел прикинуть эти варианты после размена СБ4. Ну и хотел выиграть. То есть, он меня до этого постоянно выигрывал. Три с половиной на пол очка. Ну и сыграл Б7, чтобы не давать как... Ну, хоть как-то поиграть. Здесь я уже смело выхожу СД4. То есть, развивая свой левый фланг. У меня, видите, шашка на Б2 зависла. Ну и здесь не черные могли, в принципе, после размена получить равную игру. Но Дамир хотел выиграть, как-то обострить положение. И здесь он ошибся. Он сыграл АБ6. Ну и, как говорится, легким движением руки попадаешь в проигранное положение. Ну или, как футбольный закон гласит, не забиваешь ты, забивают тебе. Я играю БЦ3. Ну, надо поджиматься как-то, пытаться рожон поставить, потому что тут все плохо у черных. Я играю ЖФ4. Дамир пожертвовал шашку. И после размена поставил рожон на поле С3. Вроде как-то, кажется, еще черные могут сопротивляться. На самом деле, конечно, тут у белых легкий выигрыш. Вот за счет вот этого пирожка из четырех черных шашек. АЖ3, АЖ7, ГХ4, ГФ6, ГФ2. ГХ2. То есть, на так уже разменяемся просто. Тут, как говорится, все проиграно. Поэтому Дамир отдал шашку и сыграл ДЕ5. Здесь я разменялся. Ну и после СД4 я напал. Дамир отошел. Затем пожертвовал еще одну шашку. Ну и тут я додавил Дамира. Как говорится, черным нечем играть. Ну и, друзья, давайте поанализируем еще вот этот дебют. То есть, в этой позиции можно сыграть СД4, может СД2. То есть, я здесь посмотрел интересные варианты. Допустим, АБ6. Не обязательно играть ФЖ3. Можно было сыграть СД4. Ход СД4 сильнее. Теперь, как могут играть черные? Ну, такой размен, естественно, ведет к преимуществу белых. Так лучше не делать. Такой размен также ведет к преимуществу белых. То есть, играем ФЖ3. Надо меняться. Бьем в эту сторону и играем БЦ3. Ну и выясняется, что позиция черных очень плоха. То есть, ход АЖ7 плохой. Проигрывает. Отдаем две шашки. Третью. Ну и белые попадают в дамки. Легко выигрывают. То есть, так не пойдешь уже. Получается, а как играть? Хода АЖ7 нет. Если как-то играть, допустим, ЕД6, то просто играем ЖФ4. Ну и такие ходы или такой ход уже невозможен, потому что белые будут проводить комбинацию простенькую. Ну и снова попадают в дамки с победой. То есть, а как играть? СД6, понятно, плохо из-за АЖ5. То есть, фланг у черных разбит. Тут, скорее всего, у белых выиграно. Понятно так, никто не будет играть. То есть, остается играть как-то единственный ход. Так, ЕФ6. Ну и после ЖФ4 как-то, видимо, ФЖ7 пытался тут выровнять позицию или ДЕ7. Не знаю. Но преимущество здесь явное у белых. То есть, сильнейшее продолжение за черных в этой позиции все-таки ДЦ5. Теперь ход АЖ3 за белых плох, потому что черные сыграют АБ4 и выиграют эту позицию. Ну и теперь к проигрышу ведет и БЦ3 и ДЦ3. ДЦ3 встретилась в партии Дмитрий Цинман Матвей Нидбайло и Матвей Нидбайло эту позицию легко выиграл. То есть, черный играет ЕД6 надо меняться белым. и черный играет ЭВЖ7 и БА5 и легко выигрывают эту позицию. То есть, надо играть БЦ3 черные меняются и грозят выиграть вот эту вот шашку и вот эта связка за белых она мертвая. Дмитрий тут еще посопротивлялся сыграл ЖН2 пожертвовал шашку и сыграл ЕД4. Матвей Нидбайло здесь сыграл ДЦ5 то есть, не давая побить сюда приходится бить сюда. Теперь черные играют АБ2 надо играть ФЕ5 меняться черные нападают надо отходить черные играют БА3 Дмитрий Цинман здесь сыграл ФЕ3 белые играют АБ4 грозят выиграть надо отходить ну и после хода БЦ5 здесь еще последовало по-моему ЖФ4 БЦ3 АЖ3 АБ2 ЖФ4 Матвей Нидбайло поставил дамку ну и здесь Дмитрий Цинман сдался то есть, выигрыш тут за черных уже закономерный то есть, в этой позиции после АЖ3 уже у белых проиграно черные играют АБ4 ДЦ3 мы рассмотрели а после БЦ3 черные выигрывают вот таким образом играют ФЖ7 бьют отдают еще две шашки и играют БЦ7 ну и проводят комбинацию такую симпатичную бьем на Д4 выбиваем шашку и бьем теперь на А5 белые бьют и черные попадают в дамки ну здесь надо как-то сопротивляться пытаться играть АБ2 затем БЦ3 и пытаться по флангу прорваться но черные здесь тоже выигрывают лучше всего сыграть АБ4 теперь СБ6 не отойдешь черные подождут и побьют три шашки понятно так нельзя играть поэтому белым надо играть СД6 черные играют ЖФ6 побили побили ну и теперь белым надо идти в дамки иначе черные отдадут шашку легко выиграют ход Б7 невозможен потому что черные сыграют ДЦ7 дамку не поставишь она тут же ловится черные обрезают шашки белых то есть а следующим ходом черные грозят сыграть СБ6 разменять эту опасную проходную шашку ну и легко выиграть поэтому приходится играть ФЕ3 здесь черные могут сыграть в принципе на Д6 пойти ну надо закрываться шашку отдавать бессмысленно там все плохо будет теперь черные отходят на А3 ну и в принципе позиция выигранная то есть опять так нельзя играть из-за этого дамку не поставишь черные грозят выиграть шашку допустим после хода ЕДА Д4 можно выиграть напасть дамкой на Ц5 надо меняться отдавать две шашки и разменивать дамку черных но здесь тоже черные проигрывают белые проигрывают черная игра ДЦ7 дамку снова не поставишь потому что дамка ловится ЦД6 играем побили ну и после этого отдаем шашку лишнюю и выигрываем с помощью оппозиции понятно так не пойдешь а если играть допустим ЖФ4 то просто ЦД6 дамку снова не поставишь из-за Ж7 приходится отдавать еще одну шашку ну и черные должны победить потому что у них остаются 4 единицы в этой позиции мы выяснили АЖ3 проигрывает надо играть БЦ3 теперь черным лучше всего сыграть ЕД6 белые играют ФЖ3 черные играют так черные меняются вот таким образом лучше побить в эту сторону и сыграть АБ2 теперь черным лучше всего пойти БА7 белые выходят в центр черные размениваются и белые размениваются назад ну здесь как-то двигать шашки плохо поэтому черные меняются вперед ну и после хода ЖФ2 у белых остается небольшое но стойкое преимущество кстати в партии Матвея Нидбала Дмитрий Цинман белые сыграли сперва АЖ3 тоже интересный ход вместо СД2 то есть АЖ3 и после АБ6 уже играть СД2 теперь черные играют ДЦ5 то есть видите ход СД4 уже проигрывает из АБ4 мы это смотрели поэтому белые здесь разменялись и побили в центр ну здесь белые не получили никаких особых преимуществ то есть черные здесь легко уравняли позицию а меня заинтересовал другой размен я его немножко пошлифовал то есть если бы белые разменялись вот в эту сторону то можно было бы сыграть вот таким образом и теперь друзья смотрите у черных есть в принципе два хода СД6 и Б5 если черные играют СД6 тогда мы меняемся назад то есть Андрей Иванов здесь предлагает сыграть ЖФ4 и на ФЖ7 меняться вот таким образом с упрощениями но мне кажется размен назад посильнее будет теперь смотрите после такого хода уже белые играют АБ2 и БЦ3 ну и после вот такого размена у белых позиция намного лучше то есть если в этой позиции не нападать а допустим играть БА5 тогда белые уже играют АБ2 ну и лучше всего здесь пойти АБ4 тогда белые играют БА3 черные ну нападать бесполезно белые отдадут эту шашку куда бы черные не побили затем сыграют ЕД4 опять у белых будет получше поэтому лучше всего сыграть ДЦ3 черные БЦ3 черные белые нападают и черные наконец-то вот эту сильную шашку на поле Ф6 съедают ну и здесь возможно следующее продолжение партии ЕД2 АЖ7 ДЦ3 ЖФ6 ЖС4 ВЦ7 ФЖ3 СБ6 напали разменялись назад белые меняются также назад ну и после ЕД6 как говорится ничья не за горами если же черные в этой позиции играют не СД6 а допустим БА5 то у белых уже здесь позиция приятнее позиция такая обоюдоострая но все-таки приятнее за белых белые снова меняют прошу прощения так белые сперва играют ЕФ4 то есть грозят напасть на шашку ну черные играют СБ6 теперь так нападать бесполезно там никаких преимуществ не будет как говорится лучше всего разменяться назад и в этой позиции черным лучше всего сыграть СД4 белые играют АБ2 черным лучше всего пойти БЦ5 и белые играют ЕД2 здесь после ФЕ7 белые владеют преимуществом после ФЕ5 а после ФЖ7 белые так играют ФЕ5 и черным надо делать чуть ли не единственный ход ДЦ7 побили побили и белые играют ДЕ3 грозят выиграть шашку и поставить рожон черным лучше всего здесь сыграть СБ4 теперь белые играют ЕД4 побили побили и черные ставят дамочку теперь белые так прошу прощения в этой позиции дамку ставить нельзя потому что белые поймают ее и легко выиграют тут надо играть АЖ5 за черных в эту сторону бить бесполезно черные побьют назад поэтому белые бьют назад теперь черные ставят дамку наконец-то и белые играют АЖ5 снова грозят поймать дамку и выиграть эту партию поэтому черные отходят белые жертвуют шашку ну и только после вот этого размена и хода АЖ7 все-таки позиция становится равной друзья сегодня удалось только разобрать первую партию из матча с Дамиром Венициус ну зато мы разобрали тоже интересную партию между Дмитрием Цилманом и Матвеем Нитбайло партии получились довольно-таки интересные поучительные если они вам понравились пожалуйста поставьте большой палец вверх подпишитесь на канал пишите ваши комментарии задавайте вопросы если вам что-либо неясно отвечу на все вопросы до свидания